Я пняв березку, добрый полщик, вы к трене. Веку корней своди с зубами. Эта ветка жизнь послала в бою тебе. Жизнь золотами под облаками. Особый повод собрал в стенах техникума профи студентов, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, родственников военнослужащих и гостей. Все они пришли на внеурочное занятие «Разговоры о важном», темой которого стала отвага и самопожертвование воинов, отдавших свои жизни за свободу и безопасность страны. В течение встречи звучали слова благодарности и поддержки в адрес бойцов, а их подвиги названы примером несгибаемой воли и безответной преданности Отечеству. Мероприятие посетил и глава города Евгений Пиццов. В своей речи он подчеркнул важность личной ответственности каждого человека за свое будущее и призвал молодежь к высоким нравственным ориентирам и достижению поставленных целей. Ну а по большому счету быть человеком состоявшимся, счастливым, полноценным можно тогда, когда за спиной у тебя родина, страна. Малая родина, большая. Страна, в которой вы родились, страна, с которой вы связаны с судьбой. И очень важно, опять же, ответственный человек, да, он не спрашивает, что родина сделала для меня. Ответственный человек спрашивает, что я могу сделать для своей родины. В рамках встречи состоялась презентация памятной песни композитора и поэта Владимира Северского «Баллада о хулигане». Композиция посвящается последнему бою отряда участников СВО, которые защищали Луганскую Народную Республику. Как признается сам автор, эту песню ему было сочинить легко. Другие песни даются тяжело, но вот эта песня после встречи с ребятами, она, знаете, как я уже неоднократно говорил и на сцены сегодня говорил, как будто мне кто-то диктовал это, понимаете, текст буквально за пять минут был написан. Черновой вариант песни вдова командира батальона «Хулиганы» Дениса Кудрина Татьяна Алиходжина получила 7 марта, годовщину гибели мужа. Когда она узнала о концерте и презентации этой композиции, то решила прилететь на премьеру из Москвы. Татьяна является матерью шестерых детей и с 2022 года активно занимается гуманитарной деятельностью, основав фонд памяти «Сердце героя». Эта песня автором написана сердцем и душой. Это, знаете, не просто когда набор слов, да, потом наложили музыку, это прожитая автором история. И сегодня, мне кажется, всем было заметно, когда Владимир выступал, что эта история для него уже стала родная и близкая, да, по рассказам наших героев. Также в рамках встречи для гостей вечера артисты исполнили патриотические песни. Эти композиции нашли отклик в сердцах присутствующих и затронули самые сокровенные струны их души. Екатерина Корноухова, Павел Кадочников. События. Век телевидения.